Первым делом я отмечу крайние точки. Это верхушку своего пончика и низ пончика. Это крайние точки. И также с левой стороны крайние точки, чтобы он у нас не был смещен к левому углу, к правому или слишком вверх или вниз задирался. После этого я начинаю рисовать верхушку, там где у нас будет шоколадка у пончика. Вы все помните, что пончики у нас неровные, они с изгибами, поэтому ничего страшного не будет, если у вас получится такой мятый немного шоколад. Так как он горячий, и когда им поливают пончик, он ложится по форме этого пончика. После этого намечаю дырочку приблизительно по центру. Можно сдвинуть чуть левее, чуть правее. И внизу подчеркиваю место, где у меня заканчивается шоколадка. И после этого мы рисуем красивые, вкусные капельки, которые ложатся именно на шоколадку. То есть обратите внимание, как я их рисую. Они не стоят, не лежат, а они как бы обволакивают наше тесто. Рисую приблизительно правый и левый угол на одном расстоянии, на одной прямой. После этого нам остается нарисовать тесто. Пончик рисуется очень легко. Тесто будет уже, нежели шоколадка. Просто полукруглая улыбка, чтобы у нас получился круг теста. И то же самое внутри. Вот здесь вот у нас шоколадка по форме этой дырочки ложится. Вот здесь шоколадка. Начинается здесь. Она также подчеркивается улыбкой, заканчивается. Берите карандаш, все, кто к нам присоединился, и давайте рисовать. Падающую тень пишем маленькую-маленькую-узенькую. Не надо ее растягивать, иначе получится, что ваш пончик лежит в луже. Стираю все лишние линии. Так как мы будем акварелью рисовать, то лучше вытереть все линии практически до белой бумаги. Кто рисует гуашью, акрилом, темперой, маслом, конечно же, этого можно не делать. Я использую клячку. Вот она в любом канцелярском магазине продается, мнется в руках. Из нее можно делать фигурки. Очень удобная вещь применения. Так как ластик все-таки у нас вытирает полностью карандаш, то клячка вытирает только слегка. Итак, начнем писать. Возьмем большую кисточку. Вы можете сделать розовый шоколад, зеленый шоколад. Сейчас каких только не бывает пончиков. Можно сделать белый шоколад, а можно сделать молочный, как я. Возьму светло-коричневую краску, умбру жженую. Добавлю к ней капельку розового, чтобы у вас получился сразу же шоколад молочный. Добавляем туда теплый оттенок, красный или розовый. Но перед тем, как рисовать таким холодным цветом, я сейчас помыла кисточку и беру коричневый синим. Этим цветом мы сделаем с вами холодный блик. Он должен быть прозрачным. С левой стороны, вот сейчас видите, серым таким цветом, это голубая красочка или синяя. Раз блик, два блик. Теперь уже замешанный цвет. Возвращаюсь сразу же, чтобы его не мешать долгое время и не ждать, пока у нас высохнут касания, я прокрашиваю нашу шоколадку. Чуть темнее хочу сразу сделать. Возьму больше розового и больше умбрыжженный. Или морскоричневого, какой вам больше нравится. Если коричневого вообще нет, можно использовать черный. Черный плюс красный получится ваш молочный шоколад. Как раз краска очень красиво стекает вниз. Кто рисует за мольбертом или за планшетом, художественная доска, то очень здорово. У вас прям сразу получатся подтеки. Кто рисует на столе, то можно чуть приподнять, когда вы пишете шоколадку, ваш лист бумаги. Надеюсь, он натянутый, потому что важно очень, когда листик у вас натянут и не собирается гармошкой или такими волнами. Как натягивать лист? Берете любую домокартонку либо дощечку. После этого берете кнопки или скотч, что вам больше удобно. Я в последнее время скотчем приноровила использоваться. И растягиваете лист бумаги по этой картонке или дощечке. С разных сторон скрепляете, с левой, с правой, сверху вниз. И у вас получается работа полностью прикреплена к дощечке. Это очень удобно. Во-первых, вы можете ее вертеть в разные стороны, когда вам удобно порисовать с одной стороны, рисуете с одной стороны. Когда с другой, нужно подлезть кисточкой, то с другой стороны. Нарисовала здесь, пока не закрашиваю. Там будет виднеться тесто. Теперь хорошенько промываю кисть, вытираю ее о салфетку, смягчаю все резкие касания. Блик, который у вас вот здесь вот находится, вдалеке, он должен быть меньше. Видите, я его уменьшаю. И с довольно-таки мягкими касаниями. Передний бличок может быть больше и чуть резче касания. Теперь перейдем к тесту. Беру охру. Охра желтая, краска, похожая на желтую и коричневую. Если у вас ее нету, то берем, смешиваем желтую и коричневую краски. Можно добавить чуть красный оттенок в охру. Если хотите, чтобы булочка была поджаристая. Можно добавить золотистый. Кому какой оттенок больше нравится. И также я не забываю про блик. Беру кобальт светлый, кобальт синий. И вот здесь вот рисую первым делом на блик. Видите, холодный. Это синяя краска. Потом возвращаюсь на палитре к охре. И у меня получается теплый цвет. Обхожу бличок с левой стороны и к правому краешку сразу замешиваю больше охры и больше золотистой краски. Не забываем, ребята, про рефлекс. Рефлекс это отцвет от рядом стоящих предметов. В данном случае он здесь вот у меня с правой стороны будет и на шоколадке и на тесте. Чтобы он был другого цвета, я добавила туда сейчас вот лимонку. Видите, чуть поменяла цвет. Отлично. У нас почти получился уже вкусный пончик шоколадный. И не забываем стираю лишние линии сейчас, потому что там виднеется еще карандаш кое-где. И не забываем, конечно же, закрасить пончик внутри. Чуть потемнее беру краску сразу же. золотистая и охра. Чуть дожидаюсь просыхания. Не спешите, ребята, рисовать любой краской, либо гуашью, либо акварелью. Обязательно дожидаемся просыхания полностью у бумаги. Сейчас я должна смешать очень темный цвет шоколада. Это у нас коричневый, светло-коричневый. В этом слое уже можете добавлять и темно-коричневую краску, сепью или черную. И также добавляю розовинку, потому что мне хочется, чтобы моя шоколадка выглядела теплым. Теплый. Оттенок, чтобы был. Итак, начнем с теней. С левой стороны внутри, там, где у нас ямка, обязательно нужно посадить тень. Эта ямка, она всегда темнее со стороны света. Вот так вот интересно. То есть, обычно всегда тень темнее, да, у нас. А в этом случае ямка. В яблочке, в груши, не важно, в чем вы рисуете, обязательно утемняйте это место. Теперь, чуть отступив от краешков шоколада, не подхожу в край, я рисую собственную тень на шоколаде. Добавляю больше розового и довольно-таки густо беру краску, уже меньше воды, прям можно положить тряпочку и вытирать лишнюю воду на салфетку. Также прохожусь со стороны света, там, где у нас подтеки. Подтеки у нас затекают, у нас есть верхняя, да, форма, крышечка, так называемая пончика, и нижняя. Соответственно, мы должны утемнить все затеки. Дальний край у пончика делают чуть посветлее, для этого я просто вытерла кисточку от тряпочку, то есть я не мыла, внимание, не мыла кисточку, чтобы сделать посветлее, а вытерла просто ее от салфетку. Пользуйтесь, пожалуйста, этим приемом, так как это очень важно. Обычно не получаются разводы у ребят, у взрослых, из-за того, что они постоянно моют кисточку. Учитесь не мыть кисть, а вытирать ее тряпочку либо рукой. Вот так вот интересно. Сейчас добавила алый цвет, чуть вытерла кисть от тряпочку, и добавляю полутона на шоколадку по форме нашего пончика. С правой стороны, соответственно, полутонов больше, не забывая кисточку вытирать о салфетку. Уменьшаю блик, не забываю, что он на заднем плане должен быть меньше. Смягчаю все касания и перехожу к тесту. Здесь я рисовать больше не могу. У меня сохнет шоколад, дожидаюсь полного просыхания. Беру охру густо, капельку золотистой краски и можно добавить даже цвет шоколада немножко. И рисую с правой стороны собственную тень и также, как мы договорились, с левой стороны в углублении у пончика тоже есть тень. Зачем я добавила цвет шоколадки? Чтобы у нас произошел плавный переход цвета от шоколада к тесту. Чтобы не было никакой резкости. И делаю фактуру на пончике. Фактура это пористое тесто в данном случае. Точечки такие рисую, тенюшечки. Там, где тесто у нас вздулось и получились пузырьки. Вот так вот, ребята. Рефлекс пока не трогаю. Внутри можно чуть потемнее сразу сделать вот это вот место, где у нас ямка. Там смотрю на натуру. Вы тоже, если у вас есть какая-то сладость дома или пончик, смотрим на натуру внимательно. Там все подсказки. Утемняем место. Еще. Отлично. Перейдем к рефлексу. Хорошенько промою кисть и возьму лимонную краску. И прям лимонной краской, если вас смущает, можно взять чуть охра в нее добавить. с лимонкой пройдусь. Утемню рефлекс, но не делаю его темнее, чем наша тень. С левой стороны чуть добавлю полтон. Сейчас мне хочется сравнить один блик с другим. Что главнее, что второстепенное. Чуть нужно утемнить краешки этого блика, потому что он получился огромный. И после этого оставляю его самым светлым, потому что если сравнить с бликом на тесте, то он должен светиться. Шоколад у нас глянцевый. Поэтому возвращаюсь к своей лимонной краске и чуть пройдет. Продолжение следует... Продолжение следует... пройдет.